Заселяем сегодня с нылой матку старую запустили улей гнездо перебрато и добавлено две надставки по 10 рамок полурамок корпус под сотовый мед надставка машины верхняя на стадии запечатки мед и эта полупустая в улей пчел было немного рамки полупустые 18 рамок гнездовых надставки были пустые а в раю 5 килограмм пчел наверно было поразбегались кто куда там под доской не надо иди курни снизу чтоб бегали подгонять надо с леса туча иди весь мед выбрали и всю пчелу с собой потихоньку заходят потихоньку заходят июнь распределом доставки подруга июнь в кашу подруга Матку я запустил с клеточки сразу улей перед заселением. Открываю литки. Улей было пару рамок меда и 16 рамок этим печатанный расплод, открытый расплод. Так что вот водка у меня обид закинул, ещё обратно. Ай! Ладно. Опа, чуть потухали ещё. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И вот я хотел на днях им уже поставить этим пчелам на низ большую надставку с ващиной. Зробить решетку разделительную им на сплошный улей на увесь. Поставить 16 полурамок ващины. Потом поставить эти две наверх, чтобы допечатали. И откатать 230-ю, снять решетку уже, так как она не будет надо. И поставить еще наверх 4 корпуса. Это получилось бы 15 полурамок ващины. Потом 20 полурамок ващины. И 10 рамок 230-го ващины. Эта семья, думаю, уже тоже зародится. Это для такой семьи. Она весной вышла, наверное, на 13 рамках. И здесь стоит у меня, получается, в среднем где-то 35 полурамок на 145, если пересчет взять. Получаться 10, 20, 30 и 230-я это 5-8 сантиметров еще. Ну, короче, даже 10-20, около 40 полурамок получаться, если полурамки перевести. Так что надо им, буду делать решетку быстро на низ и ставить ващины, еще по надставку полурамок ващины. Потом эту мы откатаем, думаю, уже будет запечатана 230-я рамка. А здесь вот получится, что поставлю наверх, допечатает тоже. Сейчас рапс самый у нас 190 тень насильный. То, думаю, добьют все это делаем. Главное, чтобы роение не пошли, потому что уже выходят наружу и сидят бородой. Ну, скорее всего, что тоже отроятся. Отсаживать тоже не буду, лучше я матку уберу, сделаю им 5 этажей. Так как неохота больше расширять пасеку. Так, в этом году не планировал, но рой посадил один. И здесь, получается, у меня уже 11 семей таких полноценных. Ладно. Буду я на этом уже заканчивать. Раек наш почти забег уже. Осталось тут сидеть треху кчел. Сейчас я их этих струшу с доски туда, на леток. И вытрушу тут остатки сыраев, не бегаюсь, и все. Посмотрим, через две недели выпустится нерой. Так как старую матку обратно запустил. Или не выпустится, глядим. И, кстати, был на рамке запечатанный маточник. Не такой, что длинный, красивый. А под нижней планкой, вроде трутового расплода, выступчик. Малые-малые такие. Думаю, больше такого нигде не пропустил я. Бывает, что пчелы хавают, так его не заметишь даже. Он ровно сотым снизом под трутового хаваясь. Ладно. Буду заканчивать на этом. Если вам было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего медосбора. До свидания.